Как я уже говорил, производные классы наследуют все поля своих базовых классов. Однако, если внутри базового класса поля были объявлены с модификатором доступа к private, то внутри производного класса мы не можем обратиться к этим полям. То есть даже несмотря на то, что эти поля физически хранятся в объектах производного класса, мы не имеем к ним доступа. Это касается не только полей, но и методов. То есть в принципе класс-наследник не имеет доступа к private-членам родительского класса. Если внутри родительского класса нам потребуется определить поля или методы таким образом, чтобы наши наследники имели к ним доступ, а никакой внешний код не имел, то для этого можно использовать модификатор доступа protected. Так, например, в нашем примере с классами person и student мы могли бы определить поля класса person как protected. В этом случае никакой внешний код бы не смог их менять. Однако мы смогли бы обращаться к этим полям внутри класса student и в том числе менять эти поля. Стоит отметить, что использование модификатора protected с полями, то есть определение полей как protected, потенциально нарушает инкапсуляцию. Аналогично тому, как это было с модификатором public. Если мы определяем какие-то поля как public, то внешний код может попытаться изменить эти поля и изменить их таким образом, что нарушатся инварианты класса. Аналогично, если мы определили поля как protected, то внешний код уже не может это сделать, но это может сделать любой наш наследник. То есть наш наследник может попытаться изменить поля класса таким образом, что будет нарушен вариант класса. Поэтому не стоит использовать protected для полей. То есть этот модификатор доступа разумно использовать для определения методов. При помощи определения методов как protected можно выделить некоторый специальный интерфейс для наследника. То есть тогда у класса будет два интерфейса. У него будет интерфейс публичный, тот, который доступен любому внешнему коду. А также будет еще protected интерфейс, тот интерфейс, который выдается только его наследникам. При этом, как я уже сказал, делать поля protected не стоит, потому что можно будет не уследить, и какой-то код унаследовавшийся нарушит инварианты класса и таким образом приведет программу к недееспособному состоянию. Продолжение следует...